Какая вопиющая несправедливость! Если муха попадает в суп, то стоимость супа сразу равняется нулю. А если муха попадает в янтарь, особенно если муха изначально там была, например, какая-нибудь древняя муха, то, ой, это ж бешеных денег стоит. Почему? Вы скажете, ну, суп бывает разный, так и янтарь бывает разный. Оказывается, кроме желтого привычного нам янтаря, есть янтарь черный и даже, если не врут, синий. Зали же этого янтаря, они огромные в Калининградской области. И там, ребята, что только из этого янтаря они делают. Даже кружку сфарганили, огромную в виде чаши. Кстати, об этом наш следующий сюжет. Посмотрим. Интересно, там муха есть внутри или нет? В средние века звон оружия был слышен посреди белого дня даже в мирное время. Это рыцари то и дело выясняли отношения. Поводом к поединку могла служить обида, суд чести и, конечно же, сердце прекрасной дамы. В последнем случае победителю ясное дело доставалась сама дама. Но если повод для драки был другой, триумфатору обязательно преподносили кубок с вином. Кстати, ценность награды заключалась отнюдь не в вине. Сам по себе кубок – это непростой сосуд. Его основание символизирует землю, а края чаши – венец. Именно поэтому из кубков пили не только победители турниров, но и короли. Ведь сосуд подчеркивает избранность. В средневековье кубки делали из золота, серебра и драгоценных камней. Программа «Галилео» решила выяснить. Может ли кто-нибудь изготовить настоящий кубок сегодня, в 21 веке? С необычной просьбой мы обратились к заслуженному художнику России. Татьяна – автор предметов роскоши, который... ...можно приступать к созданию шедевра. Главная роль в композиции кубка отдана серебряному морскому коньку. С него и начинается работа. Сначала мастера готовят силиконовую форму, которая в точности повторяет рельеф, изображённый на эскизе. Силиконовые полости наполняют растопленным парафином. Когда он застынет, получится трёхмерный слепок. Древние греки полагали, что вот такими морскими коньками запряжена колесница самого Нептуна. Сейчас роль мифологической рыбки скромнее. Это лишь ножка будущего кубка. Отлитые из парафина детали напаивают на восковой стержень. Такая конструкция на языке профессионалов называется ёлочкой. Но зачем всё это нужно? И при чём здесь парафин, если мы задумали кубок из чистого серебра? Стержень с парафиновыми деталями помещают в металлический цилиндр и заливают гипсовой смесью. Потом в вакуумной камере из гипса откачивают воздух, чтобы масса плотно пристала к парафину. Когда смесь полностью затвердеет, цилиндр отправляют в печь. Благодаря высоким температурам парафин тает и вытекает, оставляя в гипсе пустоты, которые затем заполняют расплавленным серебром. Когда металл остынет, он примет форму деталей старинного кубка. Теперь мастерам предстоит собрать сосуд, поочерёдно соединяя серебряные элементы. Скрепляют литьё с помощью горелки и припоя, который плавится под открытым пламенем и намертво склеивает части кубка. Сборкой занимаются только самые опытные мастера. Температура плавления драгоценного металла около тысячи градусов. Одно неверное движение, и вместо припоя можно растопить саму деталь. Пламя горелки делает серебро мутным. Этот морской конёк срочно нуждается в полировке. Чтобы удалить накал, поверхности обрабатывают металлической щетиной до тех пор, пока серебро не засияет. Когда кубок полностью собран, его вновь полируют. Теперь сосуд для избранных можно фаршировать янтарём. Мы так и не выяснили, почему для кубка выбран именно янтарь. Что в нём особенного? Греческое название янтаря – электрон. Задолго до нашей эры античный философ Фалес случайно обнаружил, если потереть кусок янтаря пёрышком, оно прилипнет к окаменевшей смоле. Так выяснилось, что янтарь вырабатывает статическое электричество. Однако вряд ли это свойство имеет отношение к кубкам. Здесь что-то другое. Янтарём занимается роман. Теперь его очерёд внимательно изучать эскиз. Задача мастера – сделать каждый камешек идеально круглым, несмотря на то, что его природная форма далека от идеала. Чтобы камни стали похожими друг на друга, как две капли воды, необходимы стальные матрицы и пуансон – тяжёлый металлический штамп. Матрицы помещают в раскалённую печь. Как только они нагреются, ячейки быстро заполняют янтарём, сверху закрепляют пуансон и отправляют камни под 50-тонный пресс. Под давлением в горячей матрице ископаемая смола становится мягкой, как пластилин. Камешки слепаются и принимают нужную форму. Минерал не плавится целиком, а лишь слегка подтаивает. Вот почему на свету готовые детали играют всеми янтарными оттенками. Капелькам окаменевшей смолы можно придать любую форму. Только что мы получили важнейший элемент нашего кубка – янтарную чашу. После прессования минерал тщательно полируют, чтобы поверхность отражала дневной свет, а сам янтарь был прозрачным, как смола. В руках мастера камень всего за минуту помолодел на 50 миллионов лет. Вот теперь всё зависит только от ювелира, которому предстоит собрать детали кубка. Янтарные бусины аккуратно приклеивают к серебру. Эта кропотливая работа не терпит суету. Из старинного кубка был выбран именно янтарь. Раньше считалось, что янтарь помогает обнаруживать яды. Если в кубке отрава, камень мгновенно окрасит питьё в мутно-белый цвет. Правда это или нет, мы пока не проверяли. Одно известно точно. Современные ювелиры, окажись они в средневековье, в грязь лицом бы не ударили. За такой кубок не жалко и целый феот пожаловать. А вот раньше свойства янтаря переоценивали. Так одна из медицинских рекомендаций 1680 года гласит. Полоскание, приготовленное из янтаря, помогает от закупорок в голове. Если вы в это верите, друзья, то у вас точно эти закупорки есть. Горио! Горио!